Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. На какую работу летом могут рассчитывать самарские дети, с какого возраста разрешено официальное трудоустройство и сколько можно заработать в самые теплые месяцы в этом году. Вот если вам от 14 до 30 лет и у вас есть проблемы с трудоустройством, вы можете обратиться в молодежный центр Самарский, вам постараются помочь. Какие варианты найти призвание и работу, расскажет Ольга Петрухина, директор молодежного центра Самарский. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Добрый день. Ну что же, тем не менее, июль месяц у нас близится к закату, есть еще один месяц, август, когда можно подработать, но я хочу спросить вас вообще, как сложилась ситуация у вас в молодежном центре Самарский, много ли подростков пришли работать в этот сложный период, да, на постковидный, все это понятно. Как-то ситуация вот с коронавирусом сказалась на вашу работу? Ну на самом деле, да, в этом году очень много ребят пришло, большое количество, это можно сказать на уровне 2019 года, да, и очень приятно, что пришло в этом году очень много новеньких ребят, то есть кому буквально вот исполнилось 14 лет. Поэтому если говорить по статистике, то, наверное, где-то процентов 60-65 это именно подростки, которым 14-15 лет, да. Конечно же, в связи с тем, что уже есть и существуют ограничения, и масочный режим у нас продолжается, да, есть некоторые нюансы, но все готовы как бы это все соблюдать для того, чтобы поработать и провести лет с пользой в этом году. Поэтому вот если говорить на сегодняшнюю дату, то мы уже трудоустроили порядка 2000 человек, это подростки в возрасте от 14 до 17 лет, на июне, на июль, август. Конечно, больше, больше ребят обратились именно вот для трудоустройства на июль месяц, да, то есть все-таки в июне сдавались экзамены, там были какие-то отдохнуть, да, а на июль месяц вот поток очень большой, и при этом на август мы также сейчас уже активно ведем запись для работы на август месяц. Я не примену спросить вас, а какие условия, ну вот помимо таких, которые я озвучила, нужны для того, чтобы получить работу в подростковом возрасте? Ну, в связи с тем, что мы являемся работодателем, необходимо в первую очередь к нам, конечно же, обратиться. Специалисты проконсультируют. Вне зависимости, в каком районе города ты живешь. Вне зависимости, в каком районе города ребенок проживает. Самое главное, чтобы ребенок имел регистрацию городского округа Самар время или постоянно, проживал постоянно или временно на территории города, да, и специалисты центра проконсультируют, потому что для трудоустройства необходимо предоставить пакет документов, при наличии которого в нашем учреждении можно заполнить и заключить срочный трудовой договор, выбрать организацию, где хочется работать. Преимущественно, конечно же, это организация по месту жительства ребенка, где он проживает. Конечно же, мы учитываем те пожелания, которые ребенок озвучивает, то есть где он хочет работать. Скажем так, на улице, в помещении, какие, например, направление ему интересной работы и так далее. Если говорить про документы, то, конечно же, может быть, изначально пугает тот перечень, который необходим. Но я всегда говорю один момент, что это гарантия того, что подросток будет защищен в правовом поле, что это именно гарантия того, что работодатель будет соблюдать условия труда на рабочем месте, ему будет выплачена заработная плата и так далее. В принципе, перечень документов, которые должен предоставить подросток, такой же, как и у взрослых родителей при трудоустройстве. Что он предъявляет? Копию, например, паспорта, документ об образовании в случае подростков, это справка с места учебы или копию аттестата. Которую в летний период взять тоже не проблема. Не проблема. Медицинскую справку форма 086У, она так и называется для абитуриентов или поступающих на работу впервые, да? Для ребят, которым 14-15 лет, необходимо заявление согласия от родителей. У нас бланк на сайте есть. И, конечно же, обязательно согласие органов опеки и попечительства. Но, опять же, здесь смысл заключается в том, что, когда подросток обращается за разрешением на работу с родителем, органы опеки все-таки смотрят, скажем так, по желанию ребенка. По собственному ли желанию он хочет или все-таки родителям он... То есть беседа проводится, да, наверное, с психологом? В любом случае, да, на сколько это сознательное решение ребенка, да? Но это норма Трудового кодекса, которая должна быть... То есть вы вымекаете на то, если вдруг родители заставляют идти, да, работать? Ну, грубо говоря, да, случаи бывают разные. Это, опять же говорю, внесено в нормы Трудового кодекса, поэтому мы, к сожалению, тут не можем возразить. Есть закон, мы должны это все соблюдать. Ну, и, конечно, многих ребят пугает это наличие справки об отсутствии судимости, да, при трудоустройстве. Если трудоустраивается к нам в учреждение, то, опять же говорю, что ее можно заказать через портал госуслуги, через личный профиль или профиль родителя, то есть родитель может заказать на своего несовершеннолетнего ребенка. И получить ее можно прямо на госуслугах в личном кабинете. То есть когда она будет готова, она придет в электронном виде. То есть тут трудности не вызывают. Ну, и, конечно же, кое-писнил, СНН при наличии тоже. То есть, в принципе, перечень документов реальны, как у взрослого, скажем так, работника. А я вот, знаете, сейчас о чем подумала? Если, в принципе, подросток собрался подработать летом, то наверняка после того, как он закончил учебное заведение, наверное, нужно озаботиться даже в мае или в начале июня. Выбрать какую-то дату и сделать весь этот пакет документов. Ну, несложно же, да? И с ним уже прийти с готовым пакетом документов и в июле, и в августе. И можно, да, уже устроиться на работу. Просто побеспокоиться нужно заранее. И подготовить все документы. Верно я мыслю, да? Абсолютно. Вы с вами согласны? И если нас сегодня смотрят именно ребята, скажем так, подрастающие на следующий год, да, и хотят поработать, например, на следующий год, мы всегда говорим, да, что с февраля месяца вы уже спокойно можете начинаться сбором документов, с февраля, с марта, то есть заказать справку об отсутствии судимости, получить медсправку, потому что, как правило, запись для трудоустройства на июнь уже у нас начинается с 1 апреля. То есть можно позвонить, проконсультироваться дополнительно, да, чего не хватает и в спокойном режиме, абсолютно в спокойном собрать эти документы, да. И если же ребенок опять 14-летний, ему только исполнилось, они, как правило, ну, ребята, которые сомневаются, да, куда идти, какое направление выбрать. Мы всегда говорим, что у нас в центре работает профконсультант, и вы заранее также обратитесь за консультацией к профконсультанту или там запишитесь на какой-то профориентационный тренинг, чтобы хотя бы понять, в каком направлении хочется работать, да. Да даже не то, что хочется, а получится работать, потому что столько лет уже ваши специалисты работают, общаются с детьми. Мне кажется, вот даже ребенок зашел в кабинет, и уже сразу видно, да, вот где он может пригодиться. Это я с вами согласна. И мы также видим, что желание наших родителей, чтобы они хотят, да, чтобы ребенок работал все лето, и мы всегда говорим, это для ребенка будет стресс, поверьте нам. При этом, понятно, это очень хорошее желание родителей, но надо заботиться все равно и о психологическом здоровье вашего ребенка, что это летний период. То есть я считаю, что всегда надо грамотно выстроить, да, то есть чтобы был и процесс занятости, и отдыха, да. И вы представляете, да, мы каждое утро ходим на работу, и он, да, но мы взрослые люди, а он первый раз вышел в незнакомый коллектив, да. Во-первых, вот этот режим, да, соблюдать в период каникул, во многих организациях дресс-код, да. Второй момент, тебе нужно адаптироваться на рабочем месте, да, тебе надо научиться выполнять ту работу, которая тебе ответственно и дает. Конечно, за которую тебе платят заработную плату, да. За которую платят заработную плату. И, конечно же, мы наблюдаем, что 14-летние ребята устают, очень устают, и поэтому все-таки надо слушать, я к чему еще раз вернусь, что надо слушать своего ребенка и смотреть, и больше разговаривать, да, чтобы вот все-таки первый опыт ребенка, конечно же, зависит от работы дателя, но и 50% это вклад родителей, да, чтобы с позитивом отнестись к этому. Мы всегда говорим, да, зарплата оплачивается, и рассчитывается она из расчета МРОД, сейчас она составляет 12 792 рубля. Это тот минимум, который мы выплачиваем, да. То есть это вне зависимости от вакансии стабильная выплата, либо она варьируется от места работы? Нет, и она одинаковая у всех, 12 792 рубля за полный отработанный месяц, то есть если ребенок работает полный месяц. Подождите, Ольга Юрьевна, простите, перебью, но просто любопытно, но ведь и нагрузки, и работы разные. То будет, извините, работать на почте, да, круглый день разносить ее, и, ну, конечно, больше физического труда прикладывать, или где-то там вот в пенсионном фонде сидеть и помогать перекладывать бумажки. Ну, разные, согласитесь же, да, уровень человеческих энергетических затрат, а зарплата одинаковая, но несправедлива. Нет, здесь немножко другой нюанс. Первое, что подросток при любом случае допускается только к легким видам работы, поэтому ни на какой почте он ходить однозначно не будет разносить. Это первый момент. Второй важный момент, да, что работают дети везде, скажем так, одинаковые, энергозатраты тоже. А, например, помощники-специалисты, что входит в их фронт работы, независимо, где они работают? Это, опять же, работа с документами, с архивом, снятие ксерокопии, формирование каких-то там реестров. Это, если они работают в каких-то социальных организациях, то это помощь в организации проведения мероприятий, то есть обзвон там, поиск каких-то контактов и так далее. И у нас же есть виды работ, которые, как мы говорим, на улице для ребят, это в основном помощники садовников, уборщики территории, подсобные рабочие. Где они могут работать? Они могут работать как на территории различных детских садов, промышленных предприятий. Но, опять же, если это промышленные предприятия, у нас цеха с детьми, подростков, никто. Ну, здесь техника безопасности, конечно, это понятно. В любом случае, да, то есть это какие-то, опять же, легкие виды работ, которые может выполнять ребенок, которые разрешены у нас законодательством. У нас есть на это охрана труда, у нас есть все-таки инструкции, да, где ребенок и это работодателями у нас, как правило, всегда соблюдается. Вот, кстати, по поводу ваших внутренних моментов, мы сейчас с вами поговорили о режиме. Вообще, я считаю, что лето так быстро пролетает, вот, ну, просто оглянуться не успеешь, опять школы, вузы, СУЗы и так далее. Но вот скажите, пожалуйста, по закону, по вашему распорядку, может ли подросток работать три месяца подряд? Ну, вообще, начнем с того, что подростку для каждого возраста своя норма рабочего времени. То есть, если 14-летний подросток в летний период может работать строго, только до четырех часов в день, это его норма выработки времени. Он не может просто восемь работать или там пять и так далее. И работодатель у нас это четко соблюдает. Ребенок, кому 15 лет, в летний период он должен работать пять часов в день, в пятницу четыре, то есть суббота, воскресенье всегда у всех выходные дни. И ребята, кому 16-17 лет, у них семь часов в день, это семь часов рабочих. То есть, опять же, как, да, формировалась эта норма Трудового кодекса, да, то есть работа, да, получается, законодателям очень плавно подводится к 18 годам, к восьмичасовому рабочему дню, трудовому дню. Ну, выбор, конечно же, работать все лето или только две недели, это, конечно, индивидуально. Если ребенок чувствует все силы, ему он хорошо адаптировался, да, его, как бы он, как сказать, с удовольствием. Мы же тоже, да, на работу многие ходим, скажем так, тяжело, а многие легко, да, и кому-то, наоборот, в отпуск не хочется ходить. Поэтому это, наверное, все индивидуально. Поэтому здесь надо смотреть. Ну, то есть имеет право, да? Имеет право, да. Хорошо. Школьники и занятость, вот вообще какие варианты подработать летом предлагает Молодежный Центр Самарский? Ну, вот опять вернусь по вакансиям, да, озвучила это, и помощники, специалисты, уборщики территории, подсобные рабочие. И в июне у нас была такая вакансия, как помощника вожатого в лагерях дневного пребывания. Очень интересная, очень такая творческая. При этом мы так подошли к ней очень осмысленно, именно к этой вакансии. Мы заранее в январе, в январе, в начале года подобрали ребят, которые хотят работать. И обучили в школе вожатского мастерства для того, чтобы они уже к июню пришли подготовленные, там, с определенной базой знаний, с набором определенных игр и так далее. То есть здесь очень хорошие были результаты. Ведь самая сложная работа – это работа с детьми. А дети с детьми, ну, наверное, здесь-то им попроще. Они как раз и находят вот этот вот общий язык, да? Вообще на вожатые, мне кажется, идут те ребята, которым действительно всегда это нравится, очень творческие, как правило, да. И вот они не один год работают в этой сфере. И, как правило, да, потом выбирают какую-то сферу профессиональной деятельности, связаны все-таки с работой с детьми. Вот. Вакансии, да, могут быть как в государственных, муниципальных организациях, так же в общественных организациях, на промышленных предприятиях города. У нас более 100 работодателей по всему городу, да. И мы в первую очередь подбираем ту, скажем так, вакансию, которая бы была ближайшая к дому. Но вообще при выборе у подростков все-таки близость к дому – ближайший приоритет. Конечно. Потому что элементарно тратиться не нужно, да? Да, но вплоть до того, что мы прямо по гугл-картам смотрим, сколько нужно идти пешком. 7 минут, 3 минуты. То есть, по сути, для детей это одно из… Определяющее. Да, одно из важных таких моментов. Мы с вами, Ольга Юрьевна, в начале программы говорили о том, что вот нужно заранее позаботиться о документах. Скажите, а вот такие наиболее популярные, классные, что ли, востребованные вакансии, они ведь и разбираются тоже в первую очередь. Поэтому вот если подросток зашел к вам на сайт, посмотрел, выбрал для себя вакансию, пакет документов у него готов, вот что нужно сделать, чтобы за собой оставить понравившуюся вакансию или, наверное, к примеру, ту, на которой работал в прошлом году? Ну, здесь, опять же, скажем так, у нас два момента есть. Первый момент, что на любой месяц мы формируем график для записи, да? То есть, например, как я говорила, с 1 апреля запись была там на июнь, с 17 июня на июль и с 15 июля уже на август. То есть под эти даты нужно ориентироваться. Второе, когда, конечно же, записывается, он выскажет свое пожелание. Но тоже важный момент. Очень часто наши ожидания от реальности отличаются. Вот вы мысли сейчас мои читаете, вот серьезно просто, да? Поэтому, конечно... Мы иденизируем как-то вот работу подростков, а в жизни-то происходит. Ну, или мы видим, как вы уже сказали ранее, мы видим подростков. И вот у нас уже тоже глаз, как говорится, видит, да, что тяжело ему будет усидеть на одном месте, там, да, 4 часа, писать какой-то журнал, даже там, понятно, у него перерывы есть, но ему тяжело, он подвижный ребенок, да? И поэтому все равно мы стараемся подобрать что-то по интересам. Либо, если он приходит с другом, да, то, как правило, в какую-то одну организацию идут, им опять же легче, да, адаптироваться. У кого-то мама работает на каком-то предприятии-заводе, и он говорит, вот у меня мама работает там, почему бы нам эту династию трудовую не поддержать, да? Пусть ребенок идет работать на этой же промышленной... Попробует хотя бы, да, его ли это. Да, ему легче будет садаптироваться и так далее. Да, тоже такая практика существует, что работал в прошлом году, хочу работать в этом, но есть и другие случаи. Я поработал, я туда больше не хочу. То есть здесь вообще очень большой такой спектр, и, в принципе, ребенок может выбрать. Для нас главное, чтобы ребенок сам это выбрал. И я всегда говорю, когда они приходят с родителями, и мы проговариваем, и даже честно просим родителей выйти, пусть это будет его выбор, это его право, это его... Родители навязывают нам, ну, как бы детям свое мнение очень часто, да, и родители там свою картинку видят, им хочется, чтобы он туда пошел, да. Пусть это будет выбор ребенка, пусть это будет его опыт, неважно. Но мы, как говорится, такая безобидная ситуация, да, мы организация государственная, да, то есть с вашим ребенком ничего не случится. Он будет с ответственным лицом работать в организации, да, он будет четко выполнять порученную работу, его обучат, его отпустят вовремя с работы, да. Уже, ну, тепличные условия, да, созданы, поэтому дайте право выбора. Пусть, действительно, он, может быть, скажет, нет, зря, я сделала ошибку. Примите это, ну, там, и какие-то свои мысли выскажите, но пусть он это сделает сам. Родители примут. А примите ли вы, если подросток пришел на работу, два дня поработал и говорит, ну, не хочу, не буду, не нравится, не мое. Что будет в таком случае? Будем искать другую организацию. Такие случаи есть. Так, давайте поподробнее вот на этом остановимся, потому что, может быть, и у подростков-то внутренний страх тоже существует. Я подвел, я не смог, я не справился. Вот когда такая ситуация развивается, что делать? Ему, конечно, ну, и как перед работодателем? Ведь это же тоже ситуация не совсем, как бы, мягче-то мне выразиться, приятная создается. Ну, мы всегда в таких ситуациях просим сразу лучше обратиться к нам в центр, да. Во-первых, мы выясняем причину, в чем сложилось, трудности, да. То есть не вышел, да, на работу? Да, не вышел на работу, и, как правило, да, организация работодатель нам сразу сообщает, не вышел там, что, как, какая причина. Или ребенок сам позвонил и сказал, мне там не нравится, что сразу приглашаем к себе в центр, выясняем причину, и уже ищем другую организацию, исходя из той причины. Опять же, повторюсь, да, как и у взрослых людей. Мы приходим на работу, и нам наш начальник может не нравиться, согласитесь, по разным причинам, да, высокий грубый голос, уделяет мне мало времени, да. То же самое и с подростками, то ситуация вполне нормальная. Ну, подросток-то напрямую с руководителем, я так думаю, не... Ну, с каким-то начальником отдела, то есть, например, я не говорю... С куратором, да, с куратором, да, с куратором, то есть, кто его курирует, да. Например, мы направили там в отдел полиции, миграционную службу, да, люди при звании, грубоватый голос, четко расписал, а ребенок вот такой подросток, что ему надо больше внимания, вот понимаете, случаи-то разные бывают. Значит, мы ищем другую организацию, мы уже все равно работают с нами, как правило, одни и те же организации с года в год, и мы уже и по отзывам... Да, а по отзывам детей мы уже знаем, как и где, кто с ними, как занимается, кто как курирует, кто какой фронт работы дает. Если он приходит в организацию, организация, в первую очередь, в чем заинтересована? Чтобы он был полезен? Конечно, конечно. Организация за это ничего не получает. Они действительно просто несут такую высокую социальную ответственность, миссию. Вот, их задача что? За короткий время, за короткий период обучить его, чтобы он выполнял работу. Но при этом я еще раз повторюсь, вы сами слышали, какие организации я озвучивала, и какой большой и фронт, и ответственная работа у них тоже есть. Поэтому здесь важно, чтобы с первых дней ребенок хорошо включился в процесс работы. Если отработал 2-3-5 дней в неделю, получит ли он расчет за эти дни, за которые он уже работал? Конечно же, это даже если один день он отработал, да, и по каким-то причинам. Случаи у нас разные бывают. Уехал из города, передумал, поехал в лагерь. Конечно же, это все дни сразу же закрывается, делается расторжение, и за этот день ему будет оплачено. Но все-таки какие-то предварительные беседы вы проводите с подростком в плане ответственности? Обязательно. Потому что работа – это, конечно же, ответственность. И нужно, если уж ты пошел работать, то уж будь добры, выполняй все требования трудового соглашения, договора, который ты же и подписал. Ответственность. Для этого, знаете, вот большой плюс все равно, что мы записываем заранее. Во-первых, чтобы не пересекались дети минимально, да, то есть между собой в период, скажем так, такой ситуации, которая у нас сейчас существует. И второй момент – все равно у ребенка будет время, опять же, подумать, осмыслить, насколько это важно и какой это важный момент. Обязательно мы прикрепляем и все памятки, мы прикрепляем, ну, вообще, скажем так, кто относится халатно, там не выходит. И вот те случаи, которые мы сейчас с вами озвучили, ну, это проценты 3 от общей массы. Да. Ну, это хорошие показатели. Да, чаще всего, как бы, все нравится, все устраивается. Единственное, может быть, пришел он в другой период, хочет попробовать в другой себе организаться, мы только это поощряем и говорим, да, давай в другую организацию, какую выбираем новую, смотрим, пусть ребенок формирует багаж. Это, вот знаете, одно и то же, как вот пока есть возможность, он поработает там в Макдональдсе, там в каком-то, я не знаю, управляющей компании, пусть он формирует опыт свой, он поймет. Вот, да, может быть, в этой организации я делаю большой фронт работы, очень, и мне тяжеловато, но тут такой дружный коллектив, и я вот понимаю, что тут люди так вот относятся классно, да. И вот к этой мысли, ну, как бы ему нравится из-за этой мысли идти, а есть, как мы говорим, кто любит попроще работу. Ольга Юрьевна, скажите, пожалуйста, а бывали ли в вашей практике такие случаи, и ведете ли вам, возможно, такую статистику, или это может быть вообще сверхзадача вашего центра, когда школьник пришел к вам, поработал в одном месте, и потом вот это место настолько на него повлияло, что определило выбор уже будущей профессии. Есть очень много, очень много, у нас был парень, даже вот яркие случаи, до сих пор он работает в пенсионном фонде, он работал у нас подростком, и потом далее пошел, получил соответствующее образование, устроился на работу в пенсионный фонд. Вообще таких организаций достаточное количество, очень много, кто идут работать потом в ту же полицию, да, в миграционную службу, очень много. Вы такая некая маленькая филиалка визицы кадров, да? Да, да, мы не скрываем, да, очень много детей, кто работают непосредственно в нашем учреждении, и потом идут в социальную сферу, то есть мы, например, работают прямо у нас в молодежном центре, они видят, как мы общаемся, как мы взаимодействуем. У нас большое количество обращается ребят именно трудной жизненной ситуации, процентов 70. Это ребята и с ограниченными возможностями здоровья, и находящиеся под опекой детки, да, и то есть они видят, как мы каждому подходим индивидуально, и вот мы отслеживаем, да, очень дружим, они, сейчас уже многим по 25, по 27 лет, да, они приходят в центр, рассказывают, как вот они живут, и многие выбрали аналогичную работу, то есть наши, скажем так, наши бывшие воспитанники, да, работают сейчас, там есть кто в сфере молодежной политики, есть кто пошел работать в школы, то есть это, конечно, важно. То есть правильно ли я уловила вашу мысль, то, что 70% как раз тех детей, которые приходят к вам за работой, в первую очередь, нуждаются материально? Нуждаются в особом внимании, и материально в том числе, да. Это еще раз я говорю, что если это ребенок с ограниченными возможностями здоровья, то мы ищем, опять же, специальное рабочее место, где также ответственный знает, какой ребенок к нему придет. Вот большое количество, и мы некоторый год реализуем проекты для ребят, которые находятся под опекой, для них мы специально подготавливаем наставников специально, это ребята и из детского дома, и из социальных приютов, и те ребята, которые проживают под опекой в семьях. Скажите мне, пожалуйста, перед тем, как подростку, вот даже сейчас, может быть, родители смотрят нашу программу, принять решение все-таки пойти летом подработать, какие бы советы сейчас, завершая наш разговор, вот так быстро пролетело время, вы бы сейчас дали и подросткам, но и, конечно, родителям. И вот такой вопрос, вот вы собственного ребенка бы к себе бы направили в центр, чтобы он пошел поработать? Так, начну с своего ребенка, у меня уже взрослый ребенок, и он молодец, он у меня работает с 14 лет, и прошел совершенно разные организации, сейчас работает продавцом-консультантом на автозапчастях, на иномарках, несмотря на то, что ему 17 лет. Это основная задача была, в чем моя раньше, как можно раньше, я никогда не лезу в его выбор, то есть это его опыт, и он его хорошо формирует, поэтому здесь у меня вопросов нет. Если родители, кто нас смотрит, сделают выводы из того, что я сказала, еще раз просто подытожу. Да, просто дайте возможность вашему ребенку сделать выбор самому. Да, вы можете его натолкнуть на это, то есть дать, например, адрес сайта нашего учреждения, нашу группу ВКонтакте. Мы проводим очень много прямых эфиров, где ребенок просто может познакомиться. Второй шаг – это записаться на консультацию к психологу-профконсультанту. Это будет второй шаг. Ну и третий шаг – пожелать ему удачи, когда вечером он приходит после работы, проговорить, вдохновить, поделиться своим опытом и провести хорошо время друг с другом. Спасибо вам большое за очень такое хорошее, доброе, позитивное интервью, очень полезное оно получилось сегодня для всех наших уважаемых телезрителей. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город ТЭС». Ну а я сегодня беседовала с человеком, который возглавляет команду. Вам, молодые люди, поможет обязательно определиться с делом в своей жизни. А это, согласитесь, немало. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова